Всем привет! Что может быть вкуснее? Вкусного пирога сверху с плажеслойкой безе. Такой пирог подают кофе, до кавы, сранку. Пирог готовится заранее, если вы хотите к приходу гостей. Даже лучше его сделать за день до прихода гостей, чтобы он выстоялся и безе отстоялось приготовленное. Это очень вкусно. Значит, в эти пироги добавляется совершенно любая ягода. Мне больше всего нравится с вишней или с клубникой. С малиной тоже неплохо, только чуть-чуть кислит. Ну, на мой вкус. Поэтому берите сладкую ягоду. Итак, приступаем. Итак, подготовим форму. Я беру вот такую вот квадратную форму. Подойдет совершенно любая форма. Совершенно какая хотите. Итак, как красиво пергамент разложить по форме. Берете кусок пергамента, намочили, сожмякали его, вытерли. И у вас он ложится по любой формочке. Видите, вот так. Итак, духовку разогреваем на 180 градусов. Я поставила. И готовим. Итак, собираем тесто. Насыпаем в мисочку муку сразу всю. Насыпаем разрыхлитель. Немного так смешали. И кусочек сливочного масла. Сливочное масло вместе с мукой нужно разтереть до крошки. Добавляем ванильный сахар. Просто сахар добавляем, но чуть-чуть, потому что ягода у меня сладкая. Добавляйте, ну, где-то 30-40 грамм. Я больше не добавляю. Так, теперь сюда 2 яйца. Но в тесто мне понадобятся только желтки, а белки мы потом сверху на пирог отправим. Итак, белки отделяем отдельно в стакан. А желточки сюда. Так вот, желтки смешиваем с тестом. И формируем кусочек теста. Тесто должно быть, ну, такое, знаете, слегка рассыпаться, я бы сказала. Так, значит, смотрите. Собираем тесто. Фактически это песочное тесто. Если хотите, можете добавить немножко сметаны. Тогда оно чуть-чуть, ну, будет другое по вкусу. И сметану можно добавлять, но тогда чуть-чуть больше муки. Мне нравится вот так вот с двумя желтками и все. Смотрите, собрали все тесто. Оно вот такое неоднородное. Не нужно его как-то больше вымешивать. Все, тесто готово. Теперь тесто растягиваем по форме, делая бортики. Бортик должен быть 2 сантиметра, ну, 3 максимум по высоте. Растяните тесто, ну, вот насколько вы сможете растянуть. И теперь еще на 2 сантиметра в каждую сторону его растягиваю. Начиная вот так вот с центра. Приблизительно смотрю, эту сторону сюда тяну, сантиметра на 2, эту сюда, ну, и эти тоже. Теперь везде вилочкой вот так вот прокалываем тесто. И отправляем его обратно в форму. Вот так укладывая, формируя бока. Все, смотрите, быстро и просто. Так, теперь время клубники. Клубнику нарезаем. Вот так. И выкладываем. Так, выкладываем последнюю ягоду. Духовка к этому времени уже разогрета. И отправляем пирог в духовку. Ну, приблизительно минут на 18. Тут самое главное, чтобы тесто приготовилось. Пока пирог в духовке взобьем безе. Итак, белок сначала без ничего, до пены взбиваем. Смотрите, когда вот такой белок уже хорошо взбитый, сюда отправляем сахар и взбиваем вместе с сахаром. Итак, отправляем пирог и ждем. Достали из духовки минут через 10. Теперь перекладываем сюда безешку. И вот так вот ее распределяем. Еще убираем пирог в духовку, чтобы вот это вот безе, слой безе, сверху схватился и даже начал золотиться. Вот как вам понравится по виду, так и доставайте. Когда пирог достали из духовки, подождали минут 20 и можно нарезать. Смотрите, сверху он вот такой золотистый. Если просто будете долго ждать, слишком безе подгорит. Пирог готов. Наливаем себе каву и насолоджимся. Так, пробуем, что же получилось. Слушайте, ну выглядит очень красиво. Люблю такие тарты. С безешкой. Слушайте, цена солода. И хайбаси, зачекай. Очень вкусно. Я рекомендую этот пирог. Очень вкусно. Готовьте с любой ягодой. Главное, ягоду выбирайте не слишком кислую. Но чтобы не было слишком контрастно. Сладкий крем, сладкое тесто и кислая ягода. Чтобы все было в меру. Очень вкусно. Просто муа. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Записывайте рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю. Бывайте. Пока.